бинго злой художник от кашимура йоши посмотрим что у нас нарисуй меня я уже говорила а чё так дорого было дело кофе кончился заменить на чай будет актуально так не материалы дорогие сука второй глаз уродский в принципе в принципе актуально не только для вторых для вторых глаз вообще для всего выпил воду из-под красок нет слава богу такого было такого не было оговорочка по фрейду вылетел вылетел в шм и не только в шм вообще вылетела любая программа все все задница горит а бесплатно нарисуешь один раз забыла закрыть крепко закрыть до конца линера от микрона засох скотина так жорко было он же не дешевый сука не тот слой постоянно забыл идею каждые пять минут вечно грязные руки с одной стороны да с другой стороны я их вечно мою опять же я уже говорила для меня что до карантина что во время карантина жизнь мало изменилась я до карантина постоянно была вынуждена мыть руки чтобы в еду или на вещи что-нибудь не попало или что-нибудь от еды или от вещей в работу что-нибудь не попало так и сейчас продолжаю мыть постоянно но они все равно грязные да грязные какой сон да кто это кто это кто такой сон я его не видел где чертов ластик а также где чертов маркер где чертов чертов линер где чертова бумага где чертова банка где чертова кисть где чертова все чернила потекли да было дело это также соотносится и с вечно грязными руками кстати покажи скетчбук слушайте вот я говорила что про что про людей пристающих мол покажи рисунок для меня сейчас не очень актуально я немножко была не права про покажи скетчбук это все таки это все таки случается еще правда я не то чтобы против опять артблок скорее опять прокрастинация неуверенность в себе и и сожалению о принятых бы жизненных решениях а где твой холст если имеется ввиду про то что художник это тот кто рисует маслом а если у тебя нету холста тут не художник туда увидел старые арты это скорее приносит мне боль чем злость тут тут бывает тут зависит от старых артов у меня у меня с этим две крайности либо о господи это я нарисовала какой кошмар или вторая крайность о господи это я нарисовала какая прелесть почему я сейчас так не могу так что да это вгоняем депрессию дедлайн горит постоянно неугасаемым вечный огонь просто сука это стиль такой я не очень люблю такое оправдание но иногда можно а подождите бинго злой художник имеется ввиду что это я оправдываюсь что это стиль такой или что кто-то передо мной оправдывается что это стиль такой ну в принципе и то и то актуально карандаш не точится карандаш не точится а сука ломается лист помялся я не умею рисовать постоянное нытью да продал почку за кисть ну чтобы за кисть нет но если соотносить это с темой про дорогие материалы то в принципе да да все со мной понятно я знала что я раздражительная а я не знала что настолько продолжение темы про злых художников выбеси художника от автора секунду brain rape 09 ник очень подходящий кстати так да я сама могу так было мне кажется этот вариант более актуален для художников абстракционистов примитивистов вот вот это вот все чем для тех кто пытается больше в реализм или даже какую-то стилизацию ну в принципе было далее твой стиль похож на ну вот кстати это меня не бесит вот вообще я понимаю почему это может бесить других людей но меня это не бесит если конечно если конечно в комментарии не наблюдается вот прям такой явный подтекст токсичная токсичность пассивной агрессии прочее а так в принципе не пожалуйста мне полно людей пишут что вот та-то и та-то работа мне напомнила то-то и то-то того-то персонажа тот стиль и там ту картину пожалуйста я это воспринимаю как повод покомментировать пообщаться а чё так дорого а вот так дорого нам всего за 20 процент было причем не так давно а я бы тут сделал так но опять же зависит от контекста если с какой-то если с попыткой какой-то издевки пассивной агрессии то то человек летит в бан а так опять же в принципе не бесит если если правильно сформулировать предложение не бесит рисовать легко да легко вот так легко смысл и за деньги были такие люди да на самом деле если подумать то неплохой способ избавиться от каких-то неприятных для тебя людей или клиентов отпугнуть ценой все вот вот те же люди которые пристают а нарисуй меня пожалуйста заламываешь им какую-то большую цену они сразу отстают сама нарисовала в принципе если у меня плохое настроение то может немножко и раздражать но пошел отмечать не буду ты ходишь на нормальную работу и ты ходишь на нормальную работу я не знаю какая тут должна быть интонация потому что а в принципе что так что так будет обидно конечно уже 6 утра когда будет готов заказ ну кстати нет слава богу до сих пор у меня были либо просто адекватные заказчики либо либо терпеливые пусички перед которым не самой даже стыдно если я задерживать дедлайн а ты художку а ты художку закончила нет 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 не бесит это старая добрая классика это что аниме нарисуем микки мауса это аниме но у него же глаза большие это аниме не поняла комикс объясните было пару раз правда не про комикс а просто про работу типа объяснить что у тебя такое но это не то что не то что бесит но как то я не знаю становится просто неловко почему-то когда человек там что-то не понимает и я как тот дурак который объясняет собственную шутку и понимает что таким образом всю эту шутку убивает некомфортно но не бесит опять же не актуально но в принципе если вот вот люди которые спрашивают там художников вот так пишут им научи меня рисовать ну просто скажите как вы это себе представляете вот что сейчас человек оставит все свои дела и прям так вот там через личку и через комментарии вам в трех или в десяти словах объяснит вот просто все все и при этом покажет еще и вы такой волшебным образом все поймете и прям сразу ладно почему это говно у меня в рекомендациях такого не было но я подозреваю что может случиться если я вдруг получу тот самый преслабутый прометей в интернете все общее на-на-на-на идите в жопу особенно вы кто-то ворует мои работы на инфти твои рисунки фигня и так да знаете вот прям таких прямых оскорблений не было так что наверное нет это было у другой автор но это из серии чтобы похоже на опять же зависит от контекста и если человек в принципе не имел ничего такого то нет меня это не бесит посмотри мои рисунки у меня в паблике ну знаете да это может немного раздражать когда человек тебе пишет комментарии тут же посмотри в мой паблик но даже не знаю я в принципе понимаю зачем люди это делают поэтому это может немножко раздражать в принципе пусть будет и это стоит x рублей ну да это и серии что а чё так дорого когда новый комикс пока я могу только желать чтобы меня это спрашивали ты обязан принимать критику но у меня пока не было прям таких крупных срачей из-за того что кто-то чего-то накритиковал я не согласилась а мне не знаете когда когда тебе ставят такие вот прям ультиматумы ты обязан принимать это просто сама по себе формулировка раздражающие так что до портрет нужен прям сейчас но заплачу потом вот прям таких у меня не было но у меня были похожие случаи когда мне ставили странные условия про и серии вот я закажу у тебя работу а если к тебе придет вот тот и такой такой-то человек то ты у него работу не бери вот были такие странные условия я я обычно просто отказывалась нафиг мне надо в это впутываться один раз не плагиат но у меня не было меня не было прецедентов с плагиатом с воровством было с плагиатом нет так что наверное отмечать не буду какой планшет в чем рисуешь а скин кисти нет вполне на мой взгляд адекватные вопросы да они могут надоесть если их много они постоянно там на вас сыпется особенно особенно если у вас там есть какие-то уже видео записи и посты про ваши материалы планшеты и прочее туда это может раздражать но в принципе в принципе это не такое преступление как в интернете все общее вот такой вот результат ага